Всем позитивного времени суток, дорогие друзья. Вы на канале Evil Fluff и сегодня я хотел бы показать вам билд на шепчущий лук, которым я пользуюсь. Хорош от игры через скайп. Многих раздражает такой стиль игры, порой как и меня самого, но данный лук весьма часто встречается и играется в караптах. В открытом мире я его почти не встречал при игре в соло, но как только докачаю мастерку до 100, то обязательно потестирую и поделюсь с вами своими результатами. Сейчас вы видите уровень моей мастерки, но даже с таким уровнем можно результативно проводить бои. Новичкам в караптах также должен подойти данный билд. Единственный момент, не пытайтесь на нем фейс ролить, только игра через скайп. Сложности возникали опять таки с фаерами и кайт фростами. Это не значит, что в такой встрече нельзя победить, просто цена вашей малейшей ошибки скорее всего будет мгновенный проигрыш. Но довольно предисловий, давайте перейдем к самому билду и затем к нарезке боев. На шепчущем луке берем на Q мульти выстрел, чтобы отталкивать от себя противника и держать его на расстоянии, а также чтобы прерывать каст способностей. Либо при встрече с кайт билдами берем отравленную стрелу. На W берем ледяную стрелу, поможет нам держать дистанцию с нашими противниками, догоняя либо обегая от них. А также при попадании в противника будем замедлять его. На E мертвые стрелы. На 8 секунд мы увеличиваем нашу дистанцию атаки на 35% и скорость атаки на 20%. А также к нашим обычным атакам добавляется 141 единица магического урона, но снижает нашу защиту на 20%. Магический урон кстати зависит от уровня вашей мастерки и тира вашего оружия. Пассивку берем на скорость атаки. На голову берем адский капюшон с дымовой шашкой. Неплохой скилл для сейва и нанесения урона по противнику. Обратите внимание, что нам нужно прожать нашу ешку и куртку до активации дымовой шашки, ведь немота в дыму накладывается не только на противника, но и на нас. А также по нам будет действовать АОЕ способности. Урон по площади попросту. Потому и сложно с фаерами и фростами, ведь у них хватает способностей наносящих урон по области. Пассивка быстрота увеличивает нашу скорость атаки. На тело куртка наемника с жаждой крови. Неплохо комбинируется с нашей е способностью. Пассивка быстрота. Если вы подкачали мастерки и приловчились к билду, то меняем куртку наемника на куртку охотника со способностью ускорения. Увеличивает нашу скорость атаки на 60% и силу на 20 на 8 секунд. Пассивку на скорость атаки. Это нужно для усиления нашей е способности, ведь у нас нет ограничения на количество атак. А мы всего лишь ограничены 8 секундами действия способности. Значит чем выше скорость нашей атаки, тем больше урона мы нанесем. На ноги берем сапоги солдата с перемен. Ведь с последними обновлениями и увеличением порезки отхила в караптах, омолаживающая пробежка менее профитна и дает меньше времени ускоренного бега. Пассивка на устойчивость для увеличения защиты. Плащ города Зетфорд для увеличения урона. Банки зелья защиты 7 тира. Из еды сэндвич для увеличения здоровья. Омлет с беконом для увеличения скорости восстановления наших способностей. И всегда берем с собой сама. Для ускорения восстановления здоровья. Иногда придется использовать его при боях с кайт билдами. У кого будет быстрее восстанавливается хп, у того и будет больше шансов на победу. Далее нарезка с некоторыми боями против разных билдов. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение, предложение и дополнение в комментариях. А можем там с вами просто пообщаться. Всем приятной игры и только позитива в процессе. Всех братиков и сестричек по-братски обням и приподням. До новых встреч, друзей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.